Автор книги «Деяния» в 27 главе описывает плавание корабля на море. Хотя расстояние этого путешествия было сравнительно недалекое, от Палестины до Италии, оно все же оказалось весьма длительным, свыше полгода, и сопровождалось большими опасностями. Сильные ветры, волны и бури грозили в любой момент опрокинуть корабль, и действительно кончилось это путешествие кораблекрушением. Читая эту главу, невольно вспоминаешь песнь, которую мы так часто поем. Бушует житейское море, свирепо и грозно шумит, за мраком не видно простора, опасностью море грозит. Такова наша жизнь, она исполнена испытаниями, скорбями, неудачами и страданиями. Как Слово Божие говорит, человек рождается на страдания, подобно искрам, устремляющимся вверх. Да, многими скорбями надлежит нам пройти это житейское поприще, и избегнуть их никак невозможно. В нашей сегодняшней беседе я хотел бы с вами познакомиться с двумя разрядами людей, оба они на этом корабле, и посмотреть, как реагируют они в этих бурях житейского моря. Под этими двумя категориями людей я имею в виду, во-первых, тех, которые знают Бога, и затем людей, живущих в этом мире без Бога и без надежды. И вот на борту этого корабля мы в первую очередь встречаемся с человеком, представляющим первый разряд людей, христианина, в лице апостола Павла. Нельзя читать этот случай и не восхищаться спокойствием, самообладанием и смелостью этого человека. Когда буря сильнее всего свирепствовала, когда все остальные впали в панику и готовы были поднять мятеж, тогда Павел был самым спокойным, когда потеряна была всякая надежда на спасение, и в течение двух недель, плывущие не вкушали ни одного куска хлеба, Павел встает посреди них и велит им есть. И сам, возблагодарив Бога пред всеми и разломив хлеб, начинает кушать. Капитаном этого корабля сделался узник Павел. Почему? Почему, когда все остальные, самые сильные из них, отчаивались, Павел был спокоен, тверд и ободрял других. Пусть Павел сам скажет нам, почему он так отличался от остальных пассажиров на этом корабле. В первую очередь он был в общении, в союзе с тем, которому подвластны все стихии природы, с тем, который руководит ходом истории каждого человека. Послушайте его свидетельство. «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу». Секретом его силы была его вера. Вера делает человека выносливым, бодрым и радостным во всех обстоятельствах жизни. Павел сказал эти слова в самый разгар бури, когда не было никаких надежд на спасение. «Ободритесь, ибо я верю Богу». Вы заметили, что он не сказал «я верю в Бога, но я верю Богу». Тут большая разница. Его вера была результатом личного контакта с Богом. Есть люди, которые верят в Бога. Они не сомневаются в его существовании, но от этой веры они мало пользы получают. Она им утешение не дает. Наоборот, многих вера в то, что Бог есть, что он свят и праведен, приводит их только к большему страху и расстройству. Даже дьявол верит в Бога и трепещет от этого знания. Но Павел тут говорит «я верю Богу», то есть верю Ему, верю Его Слову, Его обетованиям, Его милости и Его способности меня сохранить от всякого зла во всех обстоятельствах моей жизни. Вы видите разницу? Вера Богу – это результат личной встречи, личного общения, личного познания Бога во Христе Иисусе. В данном случае Павел имел определенное слово от Господа. Слово это было послано специально Павлу в одну из этих бурных ночей ангелом Божьим. «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред кесаря». И вот Бог даровал тебе всех, плывущих с тобою. Этому слову Он поверил. Он знал того, который послал Ему это слово. Послушайте. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь». Павел говорит «Бог, которому я принадлежу, Он мне сказал, и так оно будет». Вот тут весь секрет, мои дорогие. Он принадлежал Богу. И как возможно так быть в союзе с Ним? Верой в Сына Его, Иисуса Христа. Те, которые так принадлежат Богу, они имеют живой контакт с Ним. Они теперь не только верят в Него, но верят Ему. Им Бог открывает свои тайны, и, как говорит псалмопевец, тайна Господня, боящимся Его. И завет свой Он открывает им. Почему мог Павел с такой уверенностью сказать, что ни одна душа на этом корабле не погибнет, а только корабль? Бог ему эту тайну открыл. Никто другой, кроме двух сотрудников Павла, которые плыли с ним, верили так Богу. Может быть, некоторые верили в Бога, но эта вера им не дала никакой надежды. А Павлу Бог обещал, что спасутся все. И как бы ни грозили эти бури уничтожением корабля и его пассажиров, Павла это ничуть не смущало. Господь сказал свое спасательное слово, и это было достаточно. Как может Бог сказать и не исполнить свое обещание? Зная лично Бога, Павел уверен был, что это было бы невозможно. Но апостол Павел был уверен, что Бог сохранит его, и ему не нужно бояться исхода этой бури, потому что Бог имел определенный план для Павла. И это, дорогие мои, очень важно знать, что Бог начертал индивидуальный план для твоей жизни. Многие верующие знают эту истину, но не знают, в чем заключается этот план. И тут я хотел бы особенно подчеркнуть эту истину молодежи. Недостаточно знать, что у Бога имеется особый план для твоей и моей жизни, но Бог желает, чтобы мы его знали точно. Тайна Господне, боящимся Его, и завет или план свой Он открывает им. Дорогие мои, если вы чадо Божие, вы имеете полное право прийти к Господу и просить, чтобы Он вам явил свою волю для вашей жизни. Ведь раб имеет право знать, что Господин его хочет от него. Это его право, не так ли? Господь открыл Павлу, что он должен быть в Риме. Он ревновал святой ревностью, чтобы завоевать Рим для Господа. В тогдашнее время Рим был стратегическим центром мира. Все дороги шли из Рима, и вот Павел хотел установить в этом мировом центре плацдарм для инвазии других территорий для своего Спасителя. Впервые это желание апостол Павел высказал, когда в 19 главе он прощался с верующими в Ефесе. «Я должен видеть и Рим», — говорит он им. «Потом, в темную ночь в Иерусалиме, после побоев, насильства и издевательства, в тишине темничной камеры, Господь пришел к нему и сказал, «Так надлежит тебе свидетельствовать в Риме». Позже устами безбожного правителя Феста Павел слышит повторение Божьего плана для него. «Кесарю ты отправишься!» И, наконец, в одну из этих бурных ночей на корме разбиваемого волнами корабля посланник Божий приходит к нему «Свежей вестью с неба, не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря». Таков был Божий план для своего служителя Павла, и Павел знал, что ничто и никто ни на небе, ни на земле, ни в преисподней сможет помешать успешному исходу этого проекта. «Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, которому я служу». Он не только принадлежал Богу, но он и служил Ему. Какое значение имеет это все для нас? Во-первых, что Бог имеет для нас наш Рим, место его назначения для нас. Дело наше узнать у господина жатвы, где это место служения находится для нас. Некоторые скажут, в этом вся моя беда. «Я не уверен о месте, в котором Господь желает, чтобы я Ему служил». Проси у Господа, чтобы Он указал. Жди, пока не получишь ответа. И когда Господь тебе скажет, то как бы криво и обходно дорога туда ни вела, ты можешь быть уверен, что Бог приведет тебя к желаемой пристани. Имея слово от Господа, тебя не смутит, если суждено будет достичь цели кривыми и окольными путями. Возьмите карту и посмотрите, каким путем дошел Павел до Рима. Это не был прямой путь. Путь Павла был извилистый, через бури, но в атмосфере мира и душевного покоя, ибо он знал того, который вел его и имел слово от него. Но заметьте дальше, что человек веры, имеющий общение с Богом, зная свое направление и назначение, всегда полезен другим. Он всегда способен помочь и ободрить других. Его само настроение, его поведение, его отношение к другим само собой является убедительным свидетельством о силе Божией сохранять уповающего на Него во всех обстоятельствах жизни. Павел не только словами ободрял, но своим спокойным, уверенным, стойким и смелым поведением, когда другие отчаивались. Все о нем свидетельствовало, что Бог не мертв, и что самый радостный человек тот, который возложил свою надежду на Бога и служит Ему. Братья и сестры, Бог таких свидетелей ищет. Он хочет, чтобы мы Ему безоговорочно доверялись. И кто Ему так верит, никогда постыжен не будет. Но вы спрашиваете, как могу я иметь такую веру? Будучи в общении с Богом, прислушиваться к голосу Божью. Тут начинается вера, она рождается в слышании. Мы должны приучаться в тиши и спокойствии слушать, что скажет нам Бог. Пророк Аввакум не нашел покоя своему сердцу, пока он не решил отлучиться в башню свою, чтобы узнать, что скажет ему Господь. И хотя его книга начинается словами жалобы, она кончается песней радости и победы. Поворотным пунктом было решение узнать, что Бог скажет. И когда он услышал голос Божий, то из его пробужденного сердца вырвалась чудная песень славы и хвалы. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. «Господь, Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Ну вот на этом корабле мы встречаемся с другим разрядом людей, не знающих Бога. Посмотрите, чем руководятся эти люди. У них Бог и на ум не приходит. Они руководятся обстоятельствами, мнениями большинства, полагаются на человеческое знание, на мнение опытных людей. Заметьте, Павел предупреждает весь экипаж корабля, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом для груза корабля и даже для жизни плывущих. И тут сказано, что сотник более доверял кормчему, то есть рулевому, и начальнику корабля, нежели Павлу. Ведь это люди опытные, что может знать этот узник. Притом большинство голосов было за то, чтобы ехать дальше, а не ждать, как советовал Павел. Знатоки говорили, едем, давайте рискнем. Остальные присоединились единогласно за то, чтобы плыть дальше. И так они пренебрегли предупреждением Божьим, и эксперты, и с ними все пассажиры одержали победу. И действительно казалось, что они были правы, ибо после этого, как принято было решение дальше плыть, сказано, что подул южный ветер, и они подумали, что получили желаемое. Но так ли? Казалось, что так. Они отправились и поплыли поблизости Крита. Но в следующем стихе сказано, «Скоро поднялся против него, то есть корабля, ветер бурный». Таково бывает отношение людей к Евангелии. Евангелие одновременно предупреждает, что конец беззаконника – гибель. Оно ко всем взывает, «Обратитесь, обратитесь, для чего вам умереть? Если не покаетесь, то все также погибнете». Притом Евангелие говорит об убежище для грешника. Оно указывает на Иисуса Христа и ведет к той тихой пристани небесных чертог. Но эксперты, они говорят, «Мы знаем лучше, нам Библия не нужна. На что нам Бог? Мы сами справимся, и как будто им на помощь поддувает теплый южный ветер. Вот видите, говорят они, мы правы. Но, дорогие мои, благоденствие нечестивых недолго длится». Скоро поднялся против него ветер бурный. О, как обманчив этот южный ветер! Это соблазн дьявола, которым он приманивает свои жертвы, ведя их дальше и дальше на путь греха и порока. «Путь беззаконных жесток», говорит Слово Божие. Но вначале он таковым не кажется. Наоборот, теплый южный ветер дает временное греховное наслаждение. Да, сперва веселье, развлечение, флиртование, но в конце дыба, укус, расплата. Следует сказать не только об алкоголе, но о всяком грехе, что впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. О, мой друг, берегись этого южного ветра, нежного, который обещает благоденствие на пути беззаконней греха. Рано или поздно тебя ожидает бурный ветер и беспощадный циклон, который тебя уничтожит. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Мой друг, жизнь твоя может быть полна солнечных дней и южных ветров. Ладья твоя приятно колышется на нежных волнах твоего ежедневного быта. Но как ты знаешь, что оно так продолжится? Можешь ли ты быть в этом уверен? У тебя никакой гарантии о завтрашнем дне нет. Сегодня все солнце и светло. А завтра неожиданный тайфун. День Божьего суда неизбежен. Тогда тебе нужен будет Спаситель. Но, увы, тогда ты будешь вечно плакать, что Христа ты не принял. Мой друг, не дай, чтобы это было с тобою. Я умоляю тебя, оставь свой грех и приди к нему, возложи свою надежду на Христа. Тогда и ты сможешь, как бы страшно не бушевало житейское море, сказать вместе с апостолом Павлом, я верю Богу, что будет так, как он сказал. А что он сказал? То, дорогой мой друг, что приведет тебя к тихой пристани небесных чертог. Веруйте в Бога и в меня веруйте, сказал Христос. Я иду приготовить место вам и приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. прими сегодня его благодать, его чудное спасение, и тогда ничто не сможет отлучить тебя от любви Христовой. Слава и благодарение ему вовек! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова